здоровенькие ребята вы на канале ford mac ну что же наконец таки сэндок вернулся с любимыми нами рубрики ностальгических вещей в данном случае это драйверы куда они вообще пропали честно я по ним скучать не буду как бы на старте вроде бы было интересно в итоге знаете все еще горела рано после пропажи рыжего апа и скелетонов да с драйвера с мпс конечно уж по вкусу были 50 на 50 но при этом сами рекламы мне никогда не нравились честно говоря да и персонажа тоже ну да ладно дать уж посмотрим что же скажет следук какие интересные факты про данные продукты узнаем поехали в 2009 году компания вимбельдан выкатила на российский рынок ультрамодную и сверх молодежную за но я помню эти желтенькие упаковочки когда потом в итоге просто драйвер исчезли на их место просто персонаж засунули в йогурт и чудо это было очень странно мену рыжему апу сразу пятерых маскотов под брендом с драйверы который на протяжении всех 2010-х выпускал йогурты творожки и прочие сладости и пытался забывать доверие своей целевой аудитории в основном довольно неумело и в определенном отрыве от того чем на самом деле жили тогдашние дети выручай не читая там позор всего рук рэпа если честно то есть вот так выглядит самая активная группа в вк посвященная с драйвером драйверы говно производить продукты специально для юных подростков задача сложная это люди которые уже слишком взрослые для коктейли от агуши но еще слишком маленькие для коктейлей и скобэхи а давайте нахуяимся блять господи что же люди творятся нейронками причины отказа от рыжего апа доподлинно неизвестны но вероятнее всего он банально вызывал слишком сильные ассоциации с вредной едой и не находил нужного отклика у родителей он не сказал ваш по поводу вредной еды потому что он был очень много вкусных йогуртов офиге вот серьезно по сыркам я буду скучать особенно по кокосовому ай блять вкуснятина решение о покупке вкусняшек для своего спиногрыза как ни крути принимают именно они так что реклама с драйверов выходила сразу в двух форматах мультяшные приколы для детворы и ролики для мамочек статья на накапывающийся до производителя с типа неудобными вопросами химически наверное чтоб детям понравилось все натурально для пап отдельной рекламы не было по статистике они слишком часто уходят из семьи так они ушли за молоком шоколадным от драйверов и так они вернулись на целые 10 лет место на нижних полках молочных отделов было плотно зарезервировано под новый маркетинговый эксперимент сырные палочки со 70 рублей простите просто когда я вижу старые цены мне плохо становится а сейчас эти заразы блять в упаковке по 4-5 штук стоят блять пару рублей по 200 чёпаный рот который долго не мог нащупать свое позиционирование и в итоге просто по-тихому исчез серьезно как часто вы задумывались блин куда же пропали с драйверы до того момента как наткнулись на этот ролик сейчас мы приближаемся к той отметке в истории когда потихоньку начинается массовая ностальгия по 2010 рейдж фэйсы и адвайсы рэп батлы и свэк радиоактивные наушники битс бай доктор дрэ и ножи кредитки и возможно кто-то пустит скупую слезу и пас драйвером которым в процессе их жизнедеятельности на самом деле очень не хватало любви вернемся к уютной страничке для юных единомышленников где боль ощущается в каждой букве против драйвера правило первое пить драйвер так они уже мертвые 2 за разговоры о том что драйверы типа полезные запоним так что мало не покажется тот кто-то надо бы попробовать я я парень рисковый я просто дебил ну да ладно писал отлично понимал что с экранов телевизора ему пытаются втюхать какую-то дичь и тем забавнее смотрятся неимоверные маркс новой потуги с драйверов убедить всех что их продукция на самом деле офигеть какая сложная абсолютно натуральный продукт вот только это не будет отличаться от типичного йогурта там и не знаю типа активе чудо который нравится детям открытые экскурсии на фабрику промоушен в школах на городских праздниках и даже в цирке ради бога с ним цирк может быть в этом и была ошибка вливать миллионные бюджеты в рассказы о здоровом питании рассыпающийся при творог фруктон наполнить сахар фруктоза ну вроде соса сойдет ну да сахар катись 5 аж два раза первом взгляде на состав с двойной дозой сахара а давайте впадать в диабетическую по поводу разошелся принять новинку было сложно не только детям например в комментариях к профильным сми нельзя было найти почти ничего кроме критики плевались и от название позиционирование для взрослых название для тинейджеров логотип для растаманов упаковка для шампуней персонажа для экспертов маркетологов с плохим значит персонажей согласен опаковка для шампуней кто кто вообще видел упаковку для шампуней ярко-желтую с фиолетовой каемкой из мультяшным персонажей и таким вот граффити шрифтом серьезно хоть кто-то такой шап увидел не кондиционер твой похож конечно милая да нет не он дизайна и от персонажей складывается ощущение что с драйвера не нравились вообще никому даже как-то жалко их что ли носорог выглядит как случайно зачесавшийся 30-летний строитель в компанию 18-летних подростков эх нет просто товарищ очень рано вырос стал таким большим бугаем вот и все 3d рейверы это как сколько травы надо единственный удавшийся персонаж бабочка справа внизу к счастью в наши дни дизайн вышел на совершенно другой уровень я к автору пьяного аппетита мы продолжаем раэн гослинг фильме страйк в ранних мультяшных роликах с драйверы представлены как дворовая тусовка страдающая от безделья интересно а кто живет на марсе запускаем утконос тим страусиха эмма носорог бучкин гуру газ и зебра же сейчас бы их назвали уже серьезно не иначе как масик чечек скуф альтушка и краля скучающую шпану способна расшевелить только поставка свежего йогурта или творожка ебать не вышвырали до в начале 2010 их пока еще никого не смущала толпа школьников которая ищет клад под окнами шутка то что шутка именно идея немножечко не прошла пройдет к временем помимо рекламы на тв персонажи развлекали детвору и в интернете у них был как свой сайт так и целый раздел в некогда популярные детские соц сети твиди со всякими конкурсами идеями для творчества уроками танцев и мини-играми в которых например предлагалось напоить буча соком а слава богу стандартный и безопасный набор чтобы занять чем-то ребенка в интернете тут нужно отдать автором должное потому что сейчас слава богу хотя бы сушаром не сделали с таким мало кто занимается вполне возможно это было одним из последних мест в сети без брейн рота и детских контент ферм с беременными персонажами из цифрового цирка но насколько эти развлекухи помогали продавать продукцию вопрос открытый драйверы все время дышали в спину растишки вожделена мечтая когда-нибудь его догнать и перегнать ярче всего это заметно в уморительном корпоративном фильме от вимбельдан снятом как будто бы тайными агентами из данон начальные титры сообщают что ролик был получен в ходе работы службы безопасности и в нем анонимный руководитель компании но он презентует секретный отчет о новом продукте конкурентов вызывающим настоящую панику псевдо данона гениальные разработки под кодовым названием драйверы которая должна перевернуть рынок детского питания давайте попытаемся восстановить историю разработки и выхода на рынок детского бренда с драйвер ничего страшного на этом драйк вы можете не занижать голос мы вас узнали задумка веселая но фильм довольно странненький в нем чувствуется некое отчаяние особенно когда в бдшный мерчендайзер буквально умоляет владельца супермаркета закупить продукцию с драйверов и разместить ее на одной полке с растишкой ты предлагаешь нераскрученный товар он вам много денег принесет а почему так что я его поставил рядом с растишкой вы же конкуренты в одной продуктовой категории будет место мы туда и поставим и речь от топ-менеджера вимбельдана смотрится немного сильву попович потрясающе и скредитирующий потому что чел плохо говорит по-русски и его слова банально сложно разобрать приготовить уникальный продукт для российских и тоже продукт идеальный для детей ничего не понял туда же вставили и фейк серьезно какого и съемки скрытой камерой в школе что добавляет ролику определенную долю криповых вайбов какая германика режиссер забавно наблюдать в конце кто-то умрет получается зеброчку умрет дать как драйверы в первые годы своего существования активно заявляли о том что они вам не агуша хоть и варятся на одном и том же заводе интересно что мы не нашли ни одного магазина где с драйвера стояли бы рядом с агушей даже в этом фильм очки когда в кадре появляется фирменный холодильник агуши парень из вбд заверяет ни в коем случае не размещать драйвер рядом с этой продукцией иначе яхазы все агуши превратятся в гремлинов или типа того мы исследуем предпочтение иначе иначе в таком случае подростки и взрослые будут жрать агу блять конечно не буду жрать агуши фортанёни тоже честно скажу я уже сколько лет замечаю как люди если покупать какие-нибудь соки например или йогурты реально берут себе это продукцию агуши его фортаняне вот серьезно сейчас в универе замечал что например брали себе порой не соку он там фруктовый сад или любимый а буквально блять либо маленькую агушу компот либо фортаняне и не потребительный и составляем на их основе планограммы прикол в том что уже в 2013 году с драйвера все же приняли свое родство с пресловутой агуши и даже стали всячески козырять тем фактом в рекламе в попытках зацепить серьезно что настолько плохо мамочек хотя бы таким способом бабушка по привычке дает мне агушу понимает что мне нравится это как-то связано с тем что за два года до этого вимбельдан оказался поглощен корпорации pepsi q которая вероятно уже не позволяла просто взять и усыпить прихрамывающих драйверов как-то ранее было сделано с рыжим апом после стольких вливаний в раскрутку их было скорее всего просто жалко выкидывать на задворки истории но на огушенном горбу выехать снова не получилось 2015 искусственное поддержание жизни драйверов было доверено еще одному классическому бренду вимбельдана а я помню телекламу где нужно лизать крышки господи такая странная хрень йогуртом чудо в качестве их спин-оффа была запущена линейка чудо детки в фиолетовом дизайне как будто бы мимикрирующим подмилку только с зеброй и друг не корова они не вымирают ими с драйверским мультяшками вместо коровы вообще на упаковках чудо в конце 90-х недолгое время красовался никто иной как неопознанный зверек с логотипа вимбельдан собственной персоной почему выводы так тоже вопрос а что это это к этому вышли это какая-то шиншилла кто это легко отказались и от него и от рыжего апа но при этом на протяжении 10 лет как могли вытягивали изначально провальных персонажей с драйверов для меня загадка я против этого новая реклама с чудо детками впервые представила заклятого врага с драйверов и речь не о растишке это был персонаж по имени печалька который портил всем жизнь прятал игрушки вгонял в депрессию блокировал youtube и чёрка разумеется изба получается печалька переросла в роскомнадзор будь я очень хочу его диджин от печальки помогали только фирменные молочные продукты но теперь нас нет даже такой замены ютубу вот и чем теперь заняться в 2018 чудо деток пересмы мать твою за ногу вот это радикальный дизайн мысли в 3d графики и заодно поселили еще и на бутылках с акваминерали тогда же искать честно хотя эти дед мне ставры старый дизайн землочки нравился больше команды с драйверов пропал носорог первый кто пал смертью храбрых видимо его нельзя было назвать ни деткой не чудом а давайте ёбнем носорога с драйверы переехали с веб-сайта в отдельное приложение с навороченной расширенной реальностью а в рекламных роликах все чаще начали фигурировать человеческие дети в амплуа видеоблогеров потому что сами с драйвера с этой ролью не то чтобы справлялись знаешь что я делаю снимаю свой видеоблог это очень круто они вообще ни с какой ролью не справлялись если уж говорить начистоту весь свой жизненный цикл они пытались оспорить написанное за горки были в те группы хейтеров но ее юные создатели в 2009 году как в воду глядел устами младенца глаголит истина все пришло к тому что с драйвера в конце концов исчезли даже с упаковок чудо деток уступив место сначала популярным делу не буду муку не видел с кем логером что опять не сработало что круче вкусу лайка или вкус каникул потом а же с никимаусом было никимаусу это же сколько они запашляли мне для того чтобы все это делал ебать и барбоски пиздец сколько все плохо учу то что они уже столько всего перепробовали барбоскиным что опять не сработало и все сможешь смело наградить себя вкусным питьевым йогуртом с клубникой и малиной сейчас чудо деток уже нет вообще ни в каком виде а пас драйвер наверно даже никто не ностальгирует растишка победил хотя от того самого зеленого динозаврика на упаковках вы сегодня тоже не увидите но уже вообще деда больше нету мы никогда не забудем великие слова нет маленькая жирная жопа мы не забудем и серьезно как-то даже обидно что оригинальные маскоты вот так быстро дохнут и в итоге их заменяют на любых персонажей мультиков просто чтобы было отдельная история лакомство с молочной начинкой и молочное лакомство в глазури решить какое вкуснее я лишь предлагаю узнать правду больше ничего спасибо за просмотр было бы здорово если вы подписались на мой телеграм-канал вон какой красивый qr-код внизу справа так и хочется его отсканить не сдерживайте себя ну чтож вот такая вот история это как-то если честно печально потому что и хорошей работе переработки может быть дизайнов при хорошей переработки рекламы получилось бы очень даже неплохо конечно да я все еще буду скучать по скелетонам по их шикарным йогуртом также сырки у них вам были неплохие с кубничной начинкой мне нравился но в итоге да что-то такие бренды особо не живут расти пойти только растишка остался по факту единственный мастодонт и будет будет обидно если он сдохнет но реально спасибо огромное за такой экскурс 2010 респект и лайк обязательно поддержите автор оригинала комментарий колокольчик заходи по вкусам ссылка в описании и спокойной ночи дружки пирожки